Севастопольцы вернулись с победой на фестивале моноспектаклей «Соловей», который прошел в Санкт-Петербурге. Какая работа была там представлена и как прошло это мероприятие, расскажут наши гости. Этим утром в студии наша программа режиссер Дмитрий Кириченко и актер Роман Шукри. Доброе утро. Доброе утро, очень рады вас видеть. Первый вопрос. Чем моноспектакль отличается от обычного спектакля, в чем особенность? Ну уже в самом слове ответ «моно», то есть один человек на сцене, один рассказывает историю, играет. Но мы спорим с Романом, мы не называем это именно моноспектаклем, несмотря на то, что он работает один. У нас у каждого свое объяснение. Я говорю, что это не моноспектакль, потому что за спектакль Рома сразу исполняет несколько ролей и разновозрастных как раз-таки исполнителей. Ну у Ромы своя трактовка. Роман? Да, ну я считаю, мы когда задумывались над идеей создания этой работы, у нас так получилось, что мы изначально планировали, что она будет трехсоставная. То есть первая часть это у нас видеоформат, вторая часть это выставка достижений современных художников, и третья уже непосредственно мое общение со зрителем. И так получается, что вот если условно делить на три акта, то вот моя часть это всего лишь одна треть. Поэтому я считаю... Но спектакль продолжительный? Ну если брать все вместе, то это вот эти три акта, условно говоря, то это около двух часов, да? Да. Ой, серьезно. А вот моя часть длится час двадцать, час пятнадцать. Ну как пойдешь? Все равно, несмотря на такое название, моноспектакль, получается такой полноценный спектакль, как будто бы много артистов, актеров там задействовано. Фестиваль назывался «Соловей», потому что соло один выступил. Как прошел он и сколько было участников? Какие конкуренты у вас были? Были профессиональные театры из статуса государственные, частные, и академический театр из города Владимир представлял свою работу. Были работы из Петербурга, из Москвы. Ну вот мы единственные, кого взяли из Севастополя. Я не знаю, кто еще, правда, подавался. Но сам факт, это было очень почетно, волнительно, потому что все мы знаем, что весна – это очень важный период для нашего города, для нашего региона. Мы в преддверии празднования Крымской весны. И поэтому показать Севастополь на достойном уровне, будучи единственными в афишами, одними среди 12 конкурсантов – это было очень почетно и волнительно. 12 конкурсантов было, да? И география широкая, получается, со всех уголков страны. Роман, вы не раздумывая взялись за это дело? Или какие-то сомнения, может быть, были? Поехать в Петербург? Нет, вот участвовать в моноспектакле. Все-таки вся ответственность на вас. Тут нельзя сказать, что, может быть, тот не доиграл или здесь что-то там не доделали. Вы знаете, это, ну, я уже это говорил и Дмитрию Артуровичу, это работа на вырост. Потому что, ну, все равно нужно каким-то образом себе ставить, наверное, в искусстве такие задачи, которые сложно реализуемые, все выше и выше и выше. И вот это, когда мне предложил Дмитрий Артурович эту работу, я, конечно же, ответил да, потому что это сложно реализуемая задача. Как вы правильно подметили, ты один. И вот я для себя это почувствовал даже в репетиционном процессе, когда мы репетировали. Вот что-то идешь, идешь, ведешь историю, потом... А, да, так вот, и продолжаешь. Поэтому это очень интересный, важный опыт, мне кажется. Нет возможности передохнуть, как в обычном спектакле, когда разные акты, разные сцены, когда кто-то находится на сцене, кто-то в кулисах, можно передохнуть, где-то текст вспомнить, где-то, опять-таки, в другое состояние какое-то перейти, а тут постоянно ты в процессе, в движении. А с другой стороны, не только ответственность на одном человеке, но и все лавры достаются одному человеку. Да, вы стали одними из победителей. Ну, их можно с режиссером только поделить, эти лавры. Что, какие возможности это дает, что мы, может быть, вручили, подарили, отметили, чем? Ну, прежде всего, очень приятно нас отметили, вот, подарили такого соловьяна, память каждому, у каждого был свой соловей. Кроме того, Ассоциация негосударственных театров, которые созданы в Петербурге, вручила нам номинацию «Первый шаг», то есть мы единственные спектакли. Но самое почетное, что мы вошли в число трех финалистов, кому предложили еще раз сыграть спектакль в Петербурге. Угу, то есть вы опять поедете? Ну. Когда это ожидается? Поживем, увидим. Пока даты не указаны. А как вообще проходила подготовка к фестивалю? Вот я возвращаюсь. Очень сложно, потому что мы спектакль играем изначально на стационаре, ну, на родной площадке, в бассейне. В бассейне? Да, в которой расположен этот бассейн, и зрители приходят, погружаются в бассейн. Можно приходить в плавательных костюмах, если хочешь, можно в плавательных костюмах, можно без них. Вот, но эта история отвечает. И актер выходит, и точно так же вот они в одной этой коробке находятся, в одном пространстве. Фестиваль проходил на сцене профессиональный, ну, вот, как привыкли. Камерного театра. Площадка на Грибоедово в Петербурге. И нужно было перестроить полностью спектакль. Ну да, сценография, декорация, как бы. Конечно, сценография, мизансцены, свет, подумать, как это. И это был большой риск. То есть, а вдруг не пойдет спектакль. Ну, вот фу-фу пошел, получил какие-то даже новые смыслы, новые оттенки, новое звучание. В общем, все удалось. А как называется спектакль? Выбрать удалить. Выбрать удалить через вот эту вот черточку? Так, а севастопольцы могут увидеть этот спектакль? Ну, безусловно, конечно. Единственное, что мы играем в весенний-осенний период, когда тепло, потому что это бассейн. Ну, летний, да, между ними, естественно. То есть, есть какие-то свои нюансы. Да, да, то есть, мы будем в конце мая запускать следующий блок в спектакле. В соцсетях можно найти информацию, приехать. Мы организовываем трансфер на площадку и посмотреть спектакль. Ну, я так понимаю, это не первое ваше сотрудничество? Нет, ну, мы раньше... Скажите, какие еще проекты были у вас? Если коротко. Ну, мы работали, да, над двумя пьесами. Вот как раз-таки в одном проекте Рома играл Карлсона. Это была работа «Ближний город». Вторая работа – это эскиз по пьесе Ярослава Полиновича «Жанна». Очень известная пьеса. Вот фильм даже вышел недавно. Рома играл Андрея, Иванского такого героя. Ну, и вот тут я понял, что уже мы вдвоем созрели до моноспектакля, потому что, ну, мне тоже было интересно с Ромой поработать, открыть какие-то новые грани, потому что для меня по сей день я могу сказать, что это актер не раскрытый до конца. Я не совсем понимаю до конца вот его потенциал. Я знаю, что он большой, но я еще вот не могу вот прийти. А почему вы Рому выбрали? Ведь наверняка у вас в окружении есть достаточно много актеров. Ну, это сложный вопрос, потому что, во-первых, актер не с пустыми глазами, самое главное. Знаете, мне очень важно, когда в глазах есть история, и тебе всегда интересно рассказать, в чем эта история заключается. Плюс были такие моменты в репетициях, когда я понимал, что ты человек, на которого можно положиться, ну и плюс с точки зрения профессионализма, у него очень хорошая школа, это Ярославский театрный институт. Вот поэтому все сошлось. Все сошлось. Ну, потенциал у Романа есть, как вы сказали, а времени у Романа хватает. Роман, как вот, есть основное место работы, так понимаю, театр Луначарского, вот, и там репетиционный процесс, тут репетиции. Когда вы отдыхаете? Круглые сутки. Невозможно же себя отдавать сцене и посвящать себя театральному искусству? Мы стараемся, вот, как сказать, вот, верное слово, наверное, подобрал господин режиссер, блок, блоковая система. То есть, естественно, когда у нас в театре на основном месте работы, месте служения проходят репетиции, усиленные подготовки к спектаклям и так далее, я занимаюсь только этим. Когда есть такая возможность обратиться к этой истории, мы занимаемся этой историей. Ну, Роман, как вам лично вот такой жанр, как моноспектакль? Все-таки это больше сложно или больше, наоборот, просто, потому что вы можете всего себя раскрыть, независимо от того, что происходит вокруг, потому что вокруг только вы происходите? Это непросто. И, наверное, каждый раз, когда мы приступаем к этой работе, и каждый раз, когда я непосредственно выхожу в этой работе, это внутренняя проверка. И очень часто ты потом сидишь и думаешь, что что-то еще, да не что-то, а много еще нужно в себе растормошить, раскрыть. Ну, это же хорошо, если бы вы пришли и сказали, ой, я красавчик, у меня все прекрасно, это было бы странно. Вот хочу задать последний вопрос о планах на будущее. Вот сейчас это некая такая проектная история. Вы, Роман, сказали, что это работа на вырост. Не задумывались ли вы уже над тем, чтобы это все, эта проектная история переросла в нечто большее, к примеру, в театр одного актера? Нет. Или рано об этом думать еще? Да, я думаю, театр одного актера это... Я, кстати, знаю, что есть такие театры, и они даже пользуются популярностью. И они обычно уникальны. Да. В тех городах, где они находятся, ну, это как бы такая ниша, которая обычно... Вот кто-то ее занимает, и все. Но мне кажется, что все-таки артист, он, ну, актер, актерская деятельность, артистическая, она непосредственно связана все-таки с работой в команде. И даже если это работа с одним режиссером, это все равно работа в команде. И в нашего спектакля тоже, кроме режиссера, у меня есть еще достаточное количество людей, которые способствовали этому проекту, чтобы он состоялся, которые прикладывали, вкладывали свою душу, энергию и так далее. И поэтому все равно это командный вид спорта. Вот мы как раз и хотим проверить, как вы работаете в команде. Сегодня мы будем вам делать зарядку для ума, вы будете командой, и к вам я предлагаю Сергея Зацепина. Возьмете? Конечно. Он, кстати, тоже у него есть актерское образование. Ну, мы сейчас не об этом. Давай вопросы викторины. Ну, мы будем о театрах, конечно же, сегодня говорить. Первый вопрос. Мариинский театр – это один из самых знаменитых театров и России, и мира. Его визитная карточка – это бронзовая трехъярусная люстра, которая весит две с половиной тонны. Как вы думаете, сколько лампочек в этой люстре? Варианты. 160, 210 или 330? 330. Каждому. Ну, у вас 550. У вас 550? Где-то так. Да. Полтора тонны. Ого. 160, 210 или 330? Ну, мне тоже 330 нравится. Мне кажется, 330. Там вот это число 33. Мне не разделили. Так. Ну, две с половиной тонны, три яруса. Ну, они же могут быть большие. Вот. Итак, ваш ответ? 210. Это правильный ответ. Роман молодец. Вот, слушайте, молодые умы. Я считал. Второй вопрос. Актер Юрий Яковлев, знаменитый Ипполит и Иоанн Грозный, выпустился из Щукинского училища в 1952 году. Практически сразу же он оказался в этом театре, и там он прослужил всю жизнь. Ну, Дима, ну чего бы мне не дали договорить. Да, театр Вахтангова. 2-0. Слушайте, по-моему, мое дело плохо. Третий, финальный вопрос. А, это был вопрос. Да. Самый продолжительный спектакль в нашей стране, или хэппенинг, как его называют, случился в 2004 году. И это зарегистрировано в книге рекордов России. Он был поставлен по роману ирландского писателя Джеймса Джойса «Улисс». Сколько часов он растет? 24 часа в школе драматического искусства. Показали два раза. Посмотрите на него. Вы видите отличников из зала. Действительно, правильный ответ. Слушайте, блестящая победа. Очень рады и вашему визиту, и вашей победе. Обязательно приходите еще и рассказывайте о ваших достижениях. И обязательно с нами сфоткайтесь, да? Конечно. С радостью. Спасибо большое. Но утро на телеканале СТВ продолжит наша постоянная рубрика «Имеем право».